Всем привет, друзья! С вами, как обычно, Олег Дебест, и сегодня подошло время смотреть очередную нарезку обнулений за эту неделю. Значит, первой целью стал игрок из гильдии XSK. У них в гильдии заведено не крепить своих сгильдийцев, и вот этот вот игрок был не исключением. Его никто не укрепил, мы проверили его фалангу методом атаки. Одним типом войск, сначала стрелками его протачил ксинг-синг, а потом кавалеристами. И проседания по силе после атаки стрелками было больше. Еще раз повторяю, что у противника была контрразведка, и мы не могли определить его фалангу, просто снеся его стену и посмотреть, какие войска ушли в больницу. Поэтому пришлось действовать вот так вот. И первый сбор был из стрелков, вот, ксинг не стал сборить, а дал им инициативу сяуса, потому что он боялся потерять лидера. Но здесь получился очень красивый отчет, вот, у противника почти все кавалеристы ушли в гроб, больницы у него нету, точнее больницы-то есть, но они все забились после соло-атак синг-синга. Он там сделал где-то примерно 5 атак на него до этого. Вот так вот получилось, почти лям, 4 кавалеристов у него ушло в гроб, очень даже неплохо. А кавалеристы, которые там остались, видите, там еще 400 тысяч осталось, их добил к синг-сингу между вот этими двумя сборами, также в соло, игрока никто так и не крепил. Вот это очень странно, и здесь уже сбор из фулпехов идет в стрелков, как бы на кавалеристской фаланге сначала танкуют кавалеристы, конечно же, а потом уже стрелки. Вот, если кавалеристов нет, если бы хотя бы там был бы один кавалерист, то у него бы сменилась фаланга на пехоту, то есть вперед бы вышли пехи, и мы бы вот этим сбором, грубо говоря, обосрались. Вот, как-то так вот получилось, здесь уже вот красивый отчет, почти минус 5 миллионов войск у него ушло в гроб. Вот говорю, если бы хотя бы кто-то укрепил его одним, хотя бы кавалеристом, то все, этот сбор бы его точно не поджег, и столько бы войск ему не вынес. Кстати, герои у него довольно неплохие, вот за исключением только зеленого хранителя. После этих сборов он ушел в щит, очень печально, не удалось обнулить игрока, и он сохранил себе 8,5 миллионов войск. И вот, ребят, представляете, в тот же день мы нашли игрока из той же гильдии, XSK, 933 миллиона силы на этот раз, на фермшмоте уже, также с контрразведкой, мы проверили его фалангу абсолютно тем же методом, и у него также была кавалерийская фаланга, то есть самая удобная фаланга для обнуления, мы не знали, сколько у него войск, и в этот раз все-таки XSK решил рискнуть и сделать сбор сам, никому он уже не доверил его оттачить за место себя, и мы сейчас смотрим, вот меняет ли он шмот или нет, но нет. Игрок был в оффлайне, прилетело крепить его только два игрока, вот вы видите, они вон рядом стоят, и все. Больше никто не подлетел, никто издалека не кинул крепа, то есть вот такая вот гильдия просто кинула своего игрока, очередного. И давайте глянем, какие же тут были войска, а здесь было 23 миллиона войск, минус 86 миллионов сил и минус 2,5 миллиона войск, гробом у него ушло, это жестко, потому что это все, это 4 войска, почти все, там за исключением 500 тысяч Т3 кавалеристов, да, восстанавливать он это будет очень долго, к сожалению, игрок ушел после этого дела под щит, и это было очень печально, потому что дальше как бы мясо продолжалось, можно было еще более красивый отчет получить. Ну а на этом у меня все, с вами был Олег Добест, ставьте лайки, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok